Астрон Рекс Если брать просто голую машину и слот в ангаре А может вообще не стоит его покупать Короче говоря, давайте копать поглубже Переплатив 2500 золота А точнее добавив К стоимости голой машины Вы получаете себе легендарный внешний вид Который разработан специально для этой тачки И это радует Здесь абсолютно ненужный по моему мнению Не анимированный аватар Есть возможность сэкономить 2 миллиона серебром Приблизительно, потому что здесь будет открытое все оборудование И плюс к тому получить 2, господи, 3 мистических контейнера Из которых можно получить Теоретически еще одну машину А значит будет 2 приобретения в ангар Но все-таки, ребят Взвешивайте Свои силы, свои возможности Свой фарт в отношении того А стоит ли вам покупать данные контейнеры Ну, мне допустим из контов ничего не выпадает Поэтому на контейнеры никогда не ведут Что касается Астрона Астрон обладатель странного орудия С барабаном При этом он имеет 3 снаряда Крайне дискомфортное время перезарядки Между снарядами 3,5 секунды И целых 22 секунды Время перезарядки всего барабана Но это оправдано тем, что он за барабан Может откинуть практически 900 единиц альфы А это действительно круто Потому что сам Астрон Весит не так уж и много 1450 Короче говоря Если на калькуляторе разделить То получается, что вы можете забрать Ну, грубо говоря 60% веса Такой же машины Как вы сами И это действительно приятно Что же касается еще одной приятности Это угол склонения орудия вниз Минус 8 Действительно комфортно Действительно удобно То, что мне не понравилось Даже с учетом установленного оборудования На калиброванные снаряды Ребят, мы имеем Немного, немало 194 единицы по пробитию Это не очень круто Особенно с учетом того Что периодически вы можете встречаться Их с девятками Да и на восьмом уровне Есть хорошо бронированные машины Что меня еще Честно говоря Очень сильно смущает Так это броня данной машины Которой здесь практически нет Да, это средний танк И в принципе Что-то где-то как-то есть Но Огромная комбашня Здесь вроде бы приведенка есть Но 217 единиц пробития 220 230 Никого на уровне не удивит Есть передняя часть корпуса Которая не отличается броней Да и особой приведенкой Короче говоря, ребят Я бы сказал, что пробивать будут с легкостью И особого труда Вас зацепить своим снарядом У соперников Не будет Что касается бортов Что касается кормы Тоже говорить особо не о чем Стандартный Типичный средний танк С огромнейшей Просто огромнейшей башней Ну вот как есть Так есть Если сравнивать танк А правильно его сравнивать Не с вот этой вот Всей простыней Которая есть И даже если смотреть в эту простыню То вы обратите внимание На то, что товарищей С красным показателем По ДПМу На уровне Практически нет Я лично Насчитал Буквально Две машины Все остальные Так или иначе Имеют ДПМ Выше Кто-то скажет Здесь необходимо Работать от Альфы Ребят, окей Хорошо от Альфы Но потом на 22 секунды Уходить на перезарядку Ну, прямо скажем То еще занятие Если вы ставите себе На калиброванные снаряды Как это стоит у меня То ваш ДПМ Становится еще хуже Ну, факт есть факт Все же правильно было бы Сравнивать Астрона С машинами Которые обладают барабанами Пускай даже не цикличными А с системой дозарядки Как, допустим, та же самая Проджета 46 Либо П-44 Пантера Но все же, ребят Даже в таком Да, вот ключе сравниваем Все равно видим Существенное проседание По ДПМу Даже если я у всех Переставлю С вентиля На калиброванные снаряды Это все равно Не изменит процентного соотношения Дальше мы смотрим По пробитию Как вы видите Оно у нас тоже Практически на уровне Плинтуса При этом, ребят Да, хорошая Альфа В 290 Но все же Немножечко Не то, чего хотелось бы Хотелось бы, чтобы Время перезарядки Было не 22 секунды Потому что та же самая Лоррейн Имеет 21 секунду По перезарядке И при этом, ребят Все равно Хочется, чтобы Перезаряжалась быстрее Да, окей Астрон гораздо меньше И Лоррейн гораздо больше И более картонная Но все же Факт остается фактом Если сравнивать Комфорт игры То, допустим Та же самая Шкода Т27 Мне лично Заходит гораздо больше Потому что время перезарядки магазина 16 копейками секунд Те же самые Три снаряда Да, окей 220 единиц Альфы Но суммарный ДПМ Чуть более 2000 А это действительно приятно Что касается Скорости Очень хорошая Подвижность 52 километра Которая Я бы не сказал Что прям Существенно Выделяет Астрона На уровне Но есть ребята Которые Имеют показатель Допустим 46 Тот же самый Defender МК1 Все же остальные Ребята Имеют либо Выше скорость Либо приблизительно Такую же Короче говоря По подвижности Машина Толь же Далеко Не выдающаяся Что касается Коэффициента Фарма По имеющейся У меня информации Он составляет 170 Процентов И я не могу сказать Что эта машина Прям действительно Для фарма И что меня Действительно Удивляет Так это то Что данная Машина Имеет показатель 57 Процентов По победам Но все же Ребят играло Всего лишь 248 игроков И я думаю Что все Очень сильно Изменится Если ребята Сейчас закупят Себе данных Машин И я уверен Что данный Показатель Упадет Приблизительно До 53 И станет Вполне себе Стандартным Показателем По Количеству Побед На своем Уровне Вот такой Вот он Астрон Если сравнивать Его с другими А нам остается Только взять Данную машину Выкатить ее Из ангара И попытаться Ее реализовать Хотя Реализовывается Машина Далеко Не Всегда И далеко Не С самыми Какими-то Крутыми Показателями Это связано С тем Что далеко Не каждый Игрок Особенно Если вы Начинающий Танкист Сможет Справиться С 22 Секундами Перезарядки Барабана Тогда Когда вокруг Тебя Кишат У тебя летают Снаряды Короче говоря Задача Прямо скажем Не из легких С другой стороны Те ребята Которые умеют Играть На Шкоде Т27 Им останется Только привыкнуть К времени Перезарядки Которая Существенно Дольше Составляет Грубо говоря На 6 секунд Больше Ну и соответственно С вот этим Вот придется Как-то Совладать По подвижности Как вы видите Машина едет Я бы не сказал Что бодро Вроде бы 52 километра Но с места Она не срывается В бой Она не рвется Да и в принципе Не стоит На ней рваться Сразу в бой Напомню По поводу того Что машина Мало того Что подвижностью Не обладает А значит Вы не сможете Быстро Свилять Тогда Когда нужно А вот сейчас Обратите внимание На секунду Отвлекусь Время перезарядки Между снарядами В магазине На другом Барабанном Танчике Допустим На той же Самой Шкоде Т27 Я бы успел В шпица Забросить Еще один Снаряд А с перезарядкой Между снарядами В магазине В этой машине Беда Действительно Есть Очень дискомфортно Очень неудобно Что ты Не можешь Добросить Еще один Снаряд Какого-нибудь Убегающего Соперника Возвращаясь К тому Почему не стоит Первым лезть На амбразуру Во-первых У вас нет Подвижности Как я уже сказал Для того Чтобы оттуда Быстро Дать деру В случае Необходимости Если вдруг Вы попали В какой-нибудь Неприятный Для вас Замес Ну а Во-вторых Ребят Картонности Время перезарядки Снарядов Тоже Оставляют Желать Лучшего Короче говоря Практически Во всех Отношениях Хотим Желать Лучшего Что Хочется отметить Из позитивного Ну все-таки Ребят Данный Барабан Обладает Очень Очень Хорошей Альфой За Три Снаряда То есть Действительно 900 Закинув Да в принципе В кого угодно На своем уровне Вы действительно Делаете Жестко больно И крайне Неприятно Но все же Ребят Стоит Помнить О том Что Не всегда Будут Такие Игровые Ситуации В которых Вы сможете Реализовать Прямо Все Три Снаряда Что касается Точности По орудию Точностью Орудия Обладает Время Сведения Комфортное Приятное На дальних Расстояниях Вы можете Практически Спокойно Выцеливать Уязвимые Зоны Ваших Соперников В этом Отношении К танчику У меня Вопросов Нет Абсолютно Никаких Жаль Жаль И возвращаемся К долгому К долгому Времени Перезарядки Магазина В ожидании Попал Уходим Время Перезарядки Слава богу Испроснулся Это уже Хорошо Потому что Если бы он Сейчас Спал То Понятное Дело Что я Со своим Временем Перезарядки Сам не Вытянул Однозначно Так Понеслась Душа В рай Очень Хорошо Закидывает Как я уже Говорил На дальних Расстояниях Как вы Сейчас Видели КВ Третьему Я Абсолютно Спокойно Закинул В ком Башню Да Пускай Вроде Как Круг Разброса Он Большой Но В то же Время При полном Сведении В основном Снаряд Летит Действительно В центр Вашего Прицела То есть Поначалу Ты пугаешься Того Что у тебя Очень большой Разброс Я имею ввиду Круг разброса В диаметре Очень большой И тебя Это смущает Ты думаешь Что твои снаряды Будут лететь Хаотично Куда попало Но в целом На практике Оказывается Как раз Наоборот Что действительно Очень комфортно Действительно Очень удобно И Блин Ну не добрал Таки Мог 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 Добрать И с второй Дождался Все таки Момента Когда Квшник Сдаст Назад Ну и Соответственно Добрал Себе Фраг В коллекцию Красавчик Молодец Очень хорошо Помог Под конец Боя Жаль Жаль что С самого Начала Не делал Этого Видать Какие-то Причины Были Наша Результативность 3420 Единиц Урона При этом Ребят Знак Классности Второй Степени Ну просто Потому что Те Игроки А их Было Не такое Большое Количество Неплохо Задрали Ему Планочку Что касается Нашей Результативности По команде То в принципе На нас И была Вся Победа На нас Все И выдержалась Что могу Ответить На вопрос По поводу Того А стоит ли Рассматривать Себе Данную Машину Но скажу Откровенно Если у вас Есть Барабанные Танки То вам Стоит Хорошенько Задуматься Обязательно Делайте Скидку На то Что вам Стоит Задуматься Если у вас Есть Барабанные Средние Танки Потому что Тяжелого Танка Барабанного Очень сильно Средние Танки Отличаются По манере Игры И по тому Действительно Хорошая Она действительно Может быть Результативной Она действительно Может давать Ну крайне Крайне Хорошие Показатели По результатам Боя Но далеко Не в каждых Руках Поэтому Друзья мои Хорошенько Взвешивайте Решение Которое Принимаете И обязательно Помните О том Что я Средний Танкист Если бы Я был Там Не знаю Супер Подкованным Куловым Спортсменом В Играх По танкам Тогда Наверное Мой бы Результат По бою Был еще Больше С другой Стороны Со всей Ответственностью Заявляю Что Астрон Рекс Не каждый Бой Вывозит Такой Результат Давайте Сейчас Еще Сделаем Одну Катку Ну Просто Скажем Так Для того Чтобы Лишний Раз Убедиться В том Насколько Ровно Машина Играется От боя К бою И Насколько Она Применима На разных Картах Как я Уже Говорил Машина Далеко Не для всех Новичков Не каждый Сможет Выжить В бою Максимально Долго Для того Чтобы Откинуть Максимальное Количество Снарядов Ну А соответственно Отыграть Максимальное Количество Барабанов Не хочу Ехать Сейчас Абсолютно На направлении СТ Дело В том Что Не совсем Верю В то Что мы С магнейтом Там сможем Действительно Зарешать Сейчас У нас Есть Перевес По тяжелым Танкам А значит Лучше Помочь Нашим Тяжам Продавить Направление ТТ А именно Точку А На которой Как правило Встречаются Тяжелые Танки Двух Команд Ну а потом Уже Попытаться Поехать На другое Направление Опять таки Вместе Со всей Своей Командой Такс Ну Куда Где Вот Первый Тяжелый Танк Думаю Что Брат Я с тобой Ничего Не бойся Все Хорошо Вот сейчас Отбросать бы Максимально Быстро Барабан Дать отсюда Деру Но к сожалению А где же Где же Крушитель Который Просила помощи Как так Получилось Брат Крушитель Каким образом Ты отсюда Свилять Успел Ладенько Пользуясь Своей Скудной Подвижностью Я думаю Что Самым Лучшим Будет Сейчас Отсюда Дать Немножко Деру Ждем Ждем Ребят 200 200 С копейками Обалдеть А где же Заявленная Альфа Где же Где же Чумовые 900 Единиц Среднего Ну Давайте Ребят Делайте Что Нибудь Хорошо Еще Лучше И Опять Уходим На Перезарядку Так Пока Перезаряжаемся Время Есть Время Перезарядки Магазина Ребят Тратьте Всегда С толком Если Вы Не Знаете Куда Его Потратить Попытайтесь Переехать Перекинуться Куда Нибудь На Другое Направление Попытайтесь Чего Нибудь Сделать Такого Чтобы Хоть Какую То Смуту Внести В ряды Соперников Что Осталась Одна ПТХ Правда Она У нас Непростая Она У нас Неплохо Забронированная И Возможно На Барабане Это Это Нас Не Сильно Пугает Ай 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 Спешка Спешка Ребят Приводит К тому Что Порой Тупишь И Влетаешь Туда Куда Не Надо Ну что Попытаемся Добрать Товарища Очень Сильно Надеюсь Что Сейчас Не Он Меня Доберет А Я Его Ай 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 Очень 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 Неприятно Получилось Я честно Говоря Рассчитывал На то Что Все Так Типа Так Нос Покажу И В итоге Спрячусь Разрежу Его И смогу Его Добрать Но Видите Как Сложилось Так Сложилось Ничего Никогда Не Вырезаю Бой Есть Бой Сейчас Досматриваем Данную Каточку Смотрим На Результаты Я Больше Чем Уверен Что Наши Ребята Ну Должны Затащить Потому Что Если Они Сейчас Сольют Будет Крайне Обидно В любом Случа Мы Сможем С вами Ребят Заценить Результаты Наши По Количеству Нанесенного Урона Ну И В принципе Вполне Честно Подбить Итоги По Поводу Того Чего Стоит Данная Машина И В принципе Стоит Ли Ее Покупать Итак Братцы Благодаря Хитрости Нашего Нашего Союзника Скорпиона Мы Получили Победу Действительно Молодец Красавчик Даже Забегая Наперед Хочу Обязательно Лайкануть Его Ну Просто Потому Что Если Бы Не он То Я думаю Что Мы Были С поражением А не С победой Крушаку Тоже Ставим Лайкосик И Обращаем Внимание Параллельно На то Что Мы Находимся На первом Месте В команде По урону Практически Непоте И Практически Ничего Не Делаем И Астрон На это Действительно Способен Стоит Отдать Ему За это Должны Что Касается Фарма Ребят Я Потратил Немножечко На Всякого Рода Там Пополнение Снаряжения Пополнение Амуниции И так Далее При этом Всем Я Вывез 56700 С учетом Према Я Считаю Что Это Пускай Не Какие Там Супер Крутые Показатели Но Это Скажу Откровенно Меня Астрон Не Перестает Удивлять С одной Стороны У него Очень По Показателям По Техническим Характеристикам Должно Быть Тяжелое Орудие В Использовании Это Действительно Так И Есть Но Только В Начале Тогда Когда Вы Получаете Астрона И Пытаетесь К нему Привыкнуть А Вот Тогда Когда Вы Понимаете Уже Как На Нем Необходимо Играть Самой Лучшей Подвижности На Уровне То Тогда Вы Действительно Можете Заезжать С неожиданных Сторон Для Ваших Соперников И Соответственно Накидывать В них Урон Однозначными Минусами По Машине Являются Не Сильно Бодрая Подвижность И Вот Это Вот Время Перезарядки В 3,5 Секунды Между Снарядами В Магазине С Другой Стороны Я Прекрасно Понимаю Бывать Потому Что Выдавало Б За 6 Секунд Целых 900 Единиц Урона А Это Действительно Очень Круто И Мало Кто Может На Уровне Таким Похвастаться Короче Говоря Астрон Рекс 12,5 Тысяч Безусловно Дороговато Хотя С другой Стороны Вы Получаете 3 Контейнера И Легендарный Внешний Вид Да И Десятка За голую Машину Тоже Я бы Сказал Что Он Ценник Завышенный Объективно Машина Ну вот Если Положа Руку На Сердце Должна Была Стоить Где-то Тысяч Восемь С Половиной Ну Честно А Что Касается Вот Этого Набора То Я думаю Что Честной Ценой На него Было Было 11 Тысяч При Этом Всем Ребята Обратите Внимание Что За Те Самые 12 Половиной Тысяч Вы Можете Купить Сейчас Себе Две Восьмерки Одна Из Которых Барабанная А вторая С цикличным Орудием И В принципе Практически Мастхэв В ангаре Любого Танкиста Я говорю Про Акулу Тоже С двумя Легендарными Внешними Видами Обратите Внимание Тот же Самый Аватар Плюс К тому Вы будете Иметь По 15 Штук И Х5 Короче Говоря Мне кажется Что Вот Этот Ну а что Касается Самого Астрона То Машина Действительно Годная Действительно Толковая Действительно Приятная И может Давать Результаты В руках Статистов Эта машина Действительно Точно Хорошо Себя Будет Показывать Если Вы за честность Обзоров Если Вы за честность Автора За честность На канале Обязательно Подписывайтесь На канал Поддерживайте Его развитие Пишите Комментарии Обязательно Нажимайте На колокольчик Чтобы не пропустить Выход новых Видео Только Убедите Что У вас Вот Так Вот Установлено Все Уведомления С моего Канала Чтобы Ничего Не Пропустить Я стараюсь Специально Для вас И побежал Снимать Следующее Видео Мира Вам Друзья Мои И обязательно Спокойствие Пока Пока